Музыка Юг Мурманской области, Белое море, Кандалакшский залив. Уютные заливчики, лагуны, россыпь заповедных птичьих островов. Во время отлива море отступает на сотни метров, обнажая дно, покрытое густыми полями водорослей. Палкина губа – тихая заводь, знаменитая своими лечебными грязями. Добраться до Палкиной губы просто. На машине от Кандалакши минут 20. Грунтовая дорога упирается прямо в море. Этот заливчик Белого моря существовал с незапамятных времен. Но как ковшовая лагунная губа, Палкина губа образовалась примерно 5-6 тысяч лет назад. Море постепенно отступает, берег поднимается. Не исключено, что еще через 5 тысяч лет эта губа превратится в реликтовое озеро. В этом путешествии нас сопровождает житель Кандалакши Евгений Вишневский. Он отлично знает эти места. Для жителей Кандалакши Палкина губа, прежде всего, это место зимней рыбалки на Беломорскую селедку. Для любителей природы здесь отличное место для наблюдения за морскими животными тюленями и морскими птицами. О залегающих тут лечебных грязях знают немногие, хотя известно о них было сотни лет назад, от монахов Соловецкого монастыря, от странников. В годы войны грязи поставляли в госпиталь, расположенный неподалеку от Кандалакши. Их использовали для лечения ран. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот грязь, это вот то, что чёрно. Да, 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 вот она. Ну, есть какой-то запах такой? Сероводорода. Сероводорода, да. Ну, это естественно, что гниющий. Ну, здесь очень такой сложный состав. Её разогревают, насколько я знаю. Да, 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 и толстым слоем как бы обмазывают. Научное открытие лечебных свойств грязи сделали учёные Пенро в 1978 году. А в 80-м эти места получили статус памятника природы. Вот то, зачем мы ехали сюда, из Мурманска, на берег Белого моря. Лечебная грязь, палкиные губы. Никто не знает, сколько её здесь. Вот она находится вдоль всей литералии. До какой глубине залегает, тоже неизвестно. Ну и промышленной добычи здесь, слава богу, нет. Хотя местами можно встретить ямки. Видно, кто-то копал, забирал грязь. Делать это разрешено в небольших количествах. Но были годы, когда в медицинских целях тут добывали до 120 тонн грязи. Эти грязи уникальны, конечно. Потому что проводилось исследование Центрального научно-исследовательского института курортологии с Москвы. Они давали заключение, что эти грязи высокоэффективны в лечении неврологических заболеваний, суставов, там, желудочно-кишечного тракта и так далее. Но на сегодняшний день разработка грязи не ведется. То есть здесь добывали, ну, практически промышленным способом, да? По несколько тонн, я знаю, добывали, да? Ну, было такое дело. Ну, сейчас, конечно, все это как-то не востребовано, так скажем. А почему не востребовано? Потому что люди не знают. Ну, скорее всего, сейчас, сами знаете, медицина такая, что, может, кому-то дела до этого нет, кто-то не знает. Ну, много причин, как бы, хотя эти грязи уникальны, конечно. Площадь этого памятника природы 400 гектаров. Это и прибрежная полоса, и литераль, зона отлива, и сама Палкина губа. По режиму этого памятника природы разрешено добывать грязи в медицинских целях. Все остальное запрещено. Хозяйственная деятельность, там, губка деревьев. Ну, конечно, и кострища здесь есть, и, ну, есть. У меня вот такой вопрос. А сами вы не пробовали эту грязь как-то использовать на себе? Нет, как бы не было такой задачи. Кроме лечебной грязи, в Палкиной губе можно найти много чего интересного, прогуливаясь по литерали. Вот, например, несколько видов водорослей. Это вот фукус. Съедобный, его варят, делают салат, используют для приготовления различных лекарственных препаратов. Но это не классическая ламинария морская капуста. Фукус, ну, тоже съедобный, хрустит на зубах, чистый йод. А тем, кому не по вкусу водоросли, не требуется грязь и речения, Палкина губа подарит удивительное спокойствие, тишину, нарушаемую лишь шелестом волн, и чистейший воздух, пропитанный морской свежестью. Субтитры создавал DimaTorzok